Здравствуйте. Ну, в общем-то, вроде как я вошел в обычный режим. Надеюсь, видео будет выходить теперь чаще. Произошло это по причине модного заболевания ковида. Об этой истории, может быть, я позже расскажу, если кому интересно. Но сегодня я хочу поговорить о недвижимости. Дело в том, что мне недавно принесли пакет документов на проверку с вопросом, от чего из этого пакета может вылезти неприятно. Так вот, пакет документов на самом деле оказался пакетом на перепланированную квартиру, которую планируется использовать как гостиница. То есть, это речь идет о старых коммунорках, которые переделывают под апартаменты, но и в дальнейшем планируют использовать для удовлетворения спроса туристического, поскольку в Санкт-Петербурге является туристической меркой. Это все достаточно популярно и как инвестиционные проекты привлекательные. Так вот, история таких объектов заключается в следующем. Когда-то жили веселые и счастливые люди при царях, вот, и занимали квартиры примерно такие, как профессор Преображенский, где есть гостиная, где есть столовая, где есть кухня, где есть спальня, где есть кабинет, где есть хуже помещений. В общем, помещений семь в одной квартире. Когда красные пришли к власти, они решили, что жить как профессор Преображенский слишком круто. И в каждую из этих комнат населили по отдельной семье. Так вот, каждая эта семья стала жить в отдельном помещении, и все это превратилось в коммунальную квартиру. Когда пришли демократы, соответственно, у нас начался дикий капитализм, который вы еще наблюдаете на улицах. И, соответственно, этот капитализм привел к тому, что все хотят зарабатывать, все хотят как-то жить. И более того, все хотят использовать недвижимость для обогащения. Соответственно, в Питере родилась такая идея брать эти коммуналки, резать их на самостоятельное помещение, с самостоятельным туалетом, ванной, ну, видимо, местным под кроватью телевизор. И, соответственно, использовать их как гостиницы. Так вот, суть риска при приобретении таких объектов недвижимости заключается в том, что первоначально все-таки в этой квартире делается перепланировка. И если эта перепланировка сделана криво, у нас есть санкция за самовольную перепланировку. Санкция за самовольную перепланировку, это у нас лишение права собственности, либо обязание привести в первоначальное состояние такой объект недвижимости. Честно говоря, я не встречал в случаях, когда люди доводили до лишения права собственности, но приведение в первоначальное состояние встречается достаточно часто. Видимо, это связано с тем, что проще привести в первоначальное состояние, чем потерять собственность целиком. Вот. Тем более гипрочные стены ставить сейчас можно очень быстро. Так вот, что может вылезти из такой незаконной перепланировки? Ну, во-первых, если будет речь о потере собственности, то понятно, что было что-то, стало ничего. Уже печальная история. А если речь пойдет о приведении в первоначальном состоянии, получится такая известная игра. Мы делили апельсин. В роли долек апельсина выступят отдельные помещения, которые были до незаконной перепланировки в этом помещении. А в роли волка может остаться кто-то из участников долевой собственности. Проблема в чем? Проблема в том, что квартиры делятся на более мелкие чаще всего объекты. Соответственно, когда объект приводится в первоначальное состояние, получается меньшее количество объектов. Соответственно, реально в пользование может достаться кому-то доля чуть больше, чем фактическая, чем приобретенная вот в перепланированном виде. Это будет означать что? Что кому-то достанется комната чуть больше, а кому-то достанется коридор. И, соответственно, борьба будет в судах за то, кому какая комната достанется и то, кто чем будет пользоваться. При этом, при всем, все они будут участниками долевой собственности. А на самом деле собственники-то все одинаковые, поэтому в ход пойдут всякие заслуги перед обществом из серии инвалидности, из серии наличия несовершеннолетних детей, которые судами, ну, по общему признаку, принципу, признаются достаточно уважительными причинами, то есть плюсиками, которые будут в пользу там конкретного собственника. Так вот, лицо, оставшееся в коридоре, естественно, этот коридор эксплуатируют нормально не сможет. И, в общем-то, это будет инвестиция, которая зависнет, и эти деньги, ну, можно будет вернуть только если участник какой-то долевой собственности, да, то есть кто-то, заставил свое право на реальную восстановленную комнату, захочет эту долю купить. Соответственно, на рынке вот такая доля в коридоре, она, естественно, никому не будет интересна. И вот эта игра, мы делили апельсин, в судах может продлиться несколько лет. Нужна ли вам такая инвестиция? Ну, в общем, решайте сами. Поэтому при приобретении таких объектов недвижимости, ну, я бы советовал привлекать юристов, которые реально понимают, о чем идет речь, и которые в недвижимости, в общем, не первый день. Потому что без специалистов инвестировать можно очень круто, и стать инвестором от Бога, который будет владеть шикарным коридором в центре Петербурга. Поэтому проверяйте. Мы такую услугу оказываем. Ну, в общем, тема сейчас набирает обороты, поскольку все пытаются как-то зарабатывать, все становятся рантье, и, к сожалению, у нас появились даже компании, которые вместе с приобретением такой инвестиции навязывают еще дополнительные услуги за неисполнение условий договора, предусматривая определенные штрафные санкции. Поэтому внимательно смотрите, что подписываете, и внимательно смотрите, что покупаете. На этом все. Ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал. И тогда все будет хорошо. Продолжение следует...